Всем привет, с вами Ирон. Сегодня разбираем слова и выражения, за которые вы проголосовали в нашем паблике. Сегодня у нас в меню следующие выражения. Willy-ни-ли, is sad cat, and boy is it. Все они из видео, которое объясняет, как пользоваться знаками пунктуации в английском языке. Рекомендую с ним ознакомиться по ссылке в описании. Вот отрывок из видео, где встречается это словосочетание без субтитров. Попробуйте расслышать его в тексте. Получилось? Это устойчивое выражение завязано не на глагол, как обычно, а на слово бой и порядок слов. Как вы могли заметить, здесь используется обратный порядок слов, то есть глагол стоит перед подлежащим. Время в предложении может быть любым. Ну, например. Боже, как же он завидовал. Также, помимо глагола to be, может использоваться практически любой глагол. Боже, насколько же она может сама. Как вы видите, это выражение не всегда очень гладко переводится на русский язык, и фиксированной формулы перевода у него нет, но, скорее всего, в переводе будет слово «же». Боже, насколько же часто их неправильно используют. Попробуйте понять, что это выражение значит из следующего отрывка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Согласитесь, что это довольно необычно использование слова said. Обычно said это вторая форма глагола say, сказать, но здесь оно используется в качестве прилагательного. Обратите внимание на транскрипцию, кстати. Said, никаких said, только said. Я не смог найти еще один видеоотрывок по очевидным причинам, но так как это слово чаще всего встречается в юридической лексике, то в качестве примера у нас будет выдержка из судебного заседания. Я не буду переводить отрывок целиком, только те куски, где есть слово said. Мне кажется, примеров более чем достаточно. Едем дальше. ВИЛЛИ НИЛИ Наконец-то победитель нашего голосования ВИЛЛИ НИЛИ довольно интересное выражение. Оно интуитивно понятно, при этом ни одно слово из него не знакомо среднестатистическому человеку. Обычно, глядя на него, его переводят как «хочешь-не хочешь», потому что, естественно, НИЛИ — это какой-то вид отрицания, а ВИЛЛ, как известно, значит «хотеть». Поэтому, обычно, не проверяя в словаре, его переводят именно таким образом. Можно считать его за ложного друга-переводчика, несмотря на то, что он не имеет аналогов в русском языке. УИЛЛИ НИЛИ имеет два значения. Да, одно из них — это поневоле, но оно крайне редко используется в этом значении. Чтобы не быть голословным, я предлагаю посмотреть мнение преподавателя из Британии с 30-летним опытом, что он думает насчет этого слова. «Хап-хазард-ли», «бой-чанс». «So, он threw things willy-nilly all over the room, here and there, without thinking where they were going». «But having looked at the dictionary, I also see that this adverb has another meaning as well. It means whether you want to or not». Если вы из этого не поняли ничего, то перевожу главное. «Вилли-нили» значит «как попало» или «беспорядочно». И использование запятых «как попало» приводит к раздробленному предложению. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, оставляйте в комментариях ссылки на видео, перевод которых вы бы хотели увидеть. В нашем паблике будет выложен отдельный пост с инструкцией, которая повысит шанс того, что именно ваше видео будет переведено. С вами был Ирвин. Детерминизм — это свобода. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok